Прошу принять меры по поводу... Довожу до вашего сведения, что... Прошу обратить внимание на то, что... Прошу принять незаконным отказ... Иванов Дмитрий Иванович, 18 января прошло... Прошу разобраться в ситуации, сложившейся... Насколько можно ходить и просить? Приветствую вас, неравнодушные телезрители. В эфире программа «Книга жалоб» и я, её ведущая Анна Серикова. Мы вновь в эфире, после летних каникул. И снова готовы обсуждать с вами самые острые темы. Итак, сегодня мы поговорим о проблемах в дачных кооперативах, которые создавались в России. Создавались, в пример, идеальной системы управления. Коллективным хозяйством руководили сами участники объединений. Государство наделило самостоятельностью все некоммерческие товарищества. Идея неплохая. Однако, как показала практика, от этой свободы стало только хуже. Не больно уж и хотят сами участники кооперативов руководить всеобщим дачным хозяйством. Приехал раз в год на участок, а до остальных и дела нет. Правда, до поры до времени, пока самого проблема не коснулась. Этим летом сургутские кооперативы массово отключали от электроэнергии. Виноватых, как и причин неразберихи, оказалось немало. Впрочем, обо всём по порядку. Первыми забили тревогу дачники Виктории. В начале мая там отключили свет. Причина – долг. На протяжении нескольких месяцев кооператив не платил по счетам. В итоге образовалась солидная задолженность по электроэнергии. Больше миллиона рублей. Откуда взялась такая астрономическая сумма, члены кооператива не знают. Ведь многие утверждают, что за свет платят вовремя. В итоге возмущенные дачники организовали внеочередное собрание и буквально штурмом брали администрацию Виктории. Крики, ссоры, словесные перепалки. Вот что пояснило по этому поводу казначей. Мы не успеваем собирать деньги зимой на оплату потребляемой энергии. Потребление очень большое, а платежи очень низкие. Наши дачники сдали 1,92 млн рублей. А потребление мы на 4,2 млн. Пролить свет на всю эту историю мог бы председатель кооператива. Только он навстречу не пришел. Да и вообще, по словам дачников, его давно не видели. Собственно, как и смутно представляют, кто входит в правление Виктории. Получается, что более полутора тысяч участков остались без управления. Право на подпись документов в заключении договора, согласно уставу, имеет юридическое лицо. То есть председатель, выступающий от лица всего кооператива. А его нет. Мы их уведомляли, письма направляли. Так как председатель кооператива чисто номинальный, фактически его найти телефоны, его не отвечают. Люди, которые приходят от кооператива, ну вот, бухгалтерской работой, которой занимаются, производят оплату, они письма эти отказываются брать. В итоге в кооперативе деньги все-таки нашли. Случайно или нет, но это произошло сразу после того, как история горя дачников прогремела на весь Сургут. Вслед за Викторией свет отключили и в товариществе Федоровское. Только сумма уже другая, более двух миллионов рублей. По разные стороны баррикад, добросовестные плательщики, председатель и энергетики. У посредних позиция жесткая. Пока не заплатят, свет не дадут. Он с Юстейком писал гарантийные письма на поставку электроэнергии. То есть частично долги, конечно, оплачивались. Есть у него акты сферок по этому поводу. А мне сейчас скажу, что... Но задолженность, тем не менее, остается. В итоге, председатель выхода из ситуации нашел. Он попросту сложил с себя полномочия. Как раз в тот момент, когда ситуация дошла до критической точки. Случайность? Что самое интересное, Олег Тимош не потрудился даже уведомить о своем уходе всех участников товарищества. О том, что в Федоровском другой руководитель узнали случайно, и то только члены съемочной группы. Проблема решается элементарно. То есть она решена проблемой. То есть моя ставка принята, и из числа правления выбран новый председатель, который может работать, который имеет силы, который очень грамотный человек. А кто этот член? Юрист. Это член правления Иванов Петро Иванович. И вроде как выбрали председателя только члены правления товарищества. Хотя, по сути, права на это не имеют. Подобными полномочиями, согласно устава, наделено только общее собрание. В общем, сплошной правовой нигилизм. И в Виктории, и в Федоровском. В первом, к слову, члены кооператива долгое время не могли пройти процедуру смены председателя. Попросту не знали, как это правильно сделать. А тут уж выводы делайте сами. Вслед за этими кооперативами в списке должников оказались Сосновый гор, Газовик, Чистые пруды и многие другие. И везде одно и то же. Неразберите. Так можно ли было избежать этих неприятностей? Мнение экспертов, общественников во второй части программы. А сейчас рубрика «Скорая телевизионная помощь» с Вадимом Мальцевым. Здравствуйте! В эфире рубрика «Скорая телевизионная помощь» и я, ее ведущий, Вадим Мальцев. Сегодня мы с вами вновь поговорим о защите прав потребителей. При покупке такого кондиционера обещали бесплатную установку. А о дополнительных расходах никаких речи не было. Когда пришли мастера, которые устанавливали установку, при подсчете, в среднем установка стоит 12-13 тысяч, мы насчитали 6 тысяч, то есть 50% от стоимости установки. То есть платная установка. С мастерами я разговаривать не стала, я обратилась в магазин. На что мне ответили, а вы не спрашивали о дополнительных расходах. О том, что кондиционер установят бесплатно, Светлана Волкова узнала не только из рекламных буклетов. В этом сургутянку уверил и продавец. Однако, как мы видим, потом выяснилось, что установка стоит денег и немалых. Здесь стоит отметить, продавцы нарушают закон о рекламе. Иными словами, написал на буклете или баннере, что установка бесплатная, будь добр, выполни обещание. Иначе грозит серьезный штраф. Для юридических лиц от 100 до 500 тысяч рублей. Покупателю следует обращать особое внимание на то, какие существуют услуги, сопутствующие основному товару. Установка, обслуживание, сколько они стоят. И, соответственно, включены ли они в стоимость основной покупки или подлежат дополнительной оплате. И самое важное. Как все это оформляется в документах купли-продажи, договоре, товарном или кассовом чеке. Поскольку все согласованные позиции и условия покупки обязательно должны быть в них прописаны. Нарушение прав потребителя может выражаться и в выполнении дополнительных работ или услуг для покупателя за оплату без его согласия. Если не дал предварительного положительного решения, он вправе отказаться за них платить. Если деньги уже внесли, потребовать от продавца возврата уплаченной суммы. Любой, у кого есть претензии к конкретному магазину, к качеству товара или услуги, имеет право пожаловаться в отдел по защите прав потребителей, где ему обязаны дать консультацию относительно того, как нужно себя вести. Роспотребнадзор также является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка. И еще, если вы обнаружили недостоверную рекламную информацию, то можете обратиться в Федеральную антимонопольную службу. С вами был Вадим Мальцев. Помните, законы пишутся для бодрствующих. Дачные неразберихи «Русский авось». Подумаешь, заплатит тот, кто живет на соседней улице. А тем временем неприятности накапливаются, как снежный ком. Результат – из-за нескольких неплательщиков страдают все. Вот отключают свет. Иначе ресурсные компании поступить и не могут. Я понимаю, что это такая, может быть, жесткая мера, но она тоже помогает навести какой-то порядок, создавать какое-то подобие порядка в кооперативах. Единственный вариант – заплатить. Так, собственно, и пришлось поступить всем героям нашей программы. Но что же дальше? Дальше попросту не допускать подобных ситуаций. Но так уж повелось, что добиться какой-то правды и разобраться во всей документации кооператива, которую порой председатели отказываются предоставлять, архи-сложно. И как же тогда осуществлять контроль? Диагноз всей этой нездоровой ситуации поставил главный дачник Сургута. Элементарная безответственность. То, что отключают, это правильно, потому что отключают за то, что накопилась задолженность за электроэнергию. Задолженность накопилась, потому что не работают председатели, вовремя не отключают должников. Понятно, что есть определенный порядок уведомления, отключения и так далее. Не работают председатели в плане собирания задолженности с тех людей, которые не платят, начиная от задолженности по электроэнергии и заканчивая задолженностью по целевым взносам, по-членским, по-ежегодным. И в кооперативе не работает правление, которое не контролирует председателя. Поэтому нужно налаживать вот эти механизмы внутри кооператива. А на деле дачники бегают в прокуратуру и администрацию. Хотя контроль за деятельностью кооперативов государство возложило на общее собрание членов кооператива. Так что чиновники по закону не имеют права вмешиваться в деятельность некоммерческих объединений. Тем не менее, сложившаяся нынешним летом ситуация уже вызвала беспокойство со стороны депутатов. Вот что на этот счет думает Дмитрий Похотин. Необходимо как минимум наладить информационные потоки, чтобы собственник знал, что через две недели будет проходить собрание. Там будут обсуждаться какие-то вопросы. Он мог заранее посмотреть тот бюджет, который предложит председатель, и прийти уже с конкретными вопросами, и затем проголосовать. Схема проста. Создается некий интернет-ресурс, к примеру, на сайте городской администрации. В нем каждый кооператив сможет, первое, оставлять извещения о проведении собраний. Второе, информировать о каких-либо изменениях в жизни товарищества и добавлять новости. И третье, предоставлять отчет о работе и всю финансовую отчетность. Это поможет говорить хотя бы о какой-то легитимности со стороны председателя. Еще один вариант создания некоего общественного совета при главе города по вопросам дачных объединений. По типу того, что сегодня существует по вопросам ЖКХ. Но это пока что только в мечтах. А как будет на деле, не ясно. Однако избежать дачной неразберихи все-таки можно. Несколько советов от нашего юриста Ларисы Готфрид. Верный выход один раз в квартал проводить собрание. Председатель будет обязан предоставить все квитанции на оплату, работу, слуг, а также на иные расходы. Также вы имеете право контролировать деятельность органов управления товарищества. Получать всю необходимую и интересующую вас информацию. Если вы считаете, что ваши права нарушены, вы имеете право обратиться в органы прокуратуры либо в суд. В любом случае контролировать деятельность кооператива могут только сами дачники. Механизм существования кооперативов, который предполагался изначально, идеальный, когда собственники самостоятельно контролируют правление, отслеживают, куда уходят их деньги, пока на данный момент не работает. И понятно, что в системе надо что-то менять, но только на законодательном уровне. Выступить с инициативой должны сами дачники. Но так ли им это необходимо? Ведь многие приезжают на участки лишь в сезон. А значит, проблема подождет. До следующего лета. На этом я с вами прощаюсь. Все выпуски программы доступны на сайте телерадиокомпании Сургут Интерновости. Берегите себя и своих близких. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова